Блаженная память Благодеяния пробивают брешь все. Старцы спросили старец, чего хочет от нас Бог? Старец отвечал, Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения, проявляемого пусть даже немного, но любочестным подвигом. Также Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность, а все остальное дает Он. Духовной жизни не требуются бицепсы. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божьей, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. Для того, чтобы преуспеть, требуется многое доверие Богу. В каждое мгновение Бог любовью Своей ласкает сердца всех людей, но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыло накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, буквально сходит с ума в виде благодеяния и доброты Бога, равна любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно. За тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа поразмыслит об одних лишь благодеяниях Божиих, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божьем? Если душевные очи человека очистились, то он, видя Божью заботу о себе и о других, чувствует и переживает весь божественный промысл своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности, он становится сумасшедшим в добром смысле этого слова, потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце и разрывают его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне заметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвизается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божией, и вверяет в себя его великому благоутробию, возводит свои души в рай с большей надежностью и меньшей интересной трубой. Благодарность Богу за малое и многое. Старец говорил, я верю, что Бог поможет мне, говорят некоторые, но при этом стараются накопить денег для того, чтобы не испытывать никакого лишения. Такие люди насмехаются над Богом, потому что веряют в себя не Ему, а деньгам. Если они не перестанут любить деньги и полагать на них свою надежду, то они не смогут возложить свою надежду на Бога. Я не говорю, что людям не нужно иметь каких-то сбережений на случай нужды, нет. Но не следует полагать свою надежду на деньги, не нужно отдавать деньгам свое сердце, потому что, поступая так, люди забывают Бога. Человек, который, не доверяя Богу, строит собственный план, а потом говорит, что так хочет Бог, благословляет свое дело по-дьявольски и постоянно мучается. Мы не осознали того, насколько силен и добр Бог. Мы не даем Ему быть хозяином, не даем Ему управлять нами, и поэтому страдаем. На Синае, в келье Святой Епистемии, где я жил, воды было совсем чуть-чуть. В одной пещере, примерно в двадцати метрах от кельи, из расселены в скале по капле сочилась вода. Я сделал маленький водосборник и набирал по три литра воды за сутки. Приходя за водой, я подставлял железную банку, и, пока она наполнялась, читал Акафис при Святой Богородице. Я немножко смачивал голову, только лоб. Это помогало мне, так посоветовал один врач. Набирал немного воды для питья, а в отдельную баночку набирал немножко водички для мышек и птичек, живших при моей келье. Для остирки и прочих мышц я использовал эту же самую воду из пещеры. Какой же радость, какое благодарение испытывал я за ту немногую воду, которую имел. И я словословил Бога за то, что у меня была вода. Потом, когда я приехал на Святую Гору и ненадолго поселился в Иверском скиту, там, поскольку сторона была солнечная, недостатка в воде не было. Там была одна цистерна, вода из которой переливалась через верх. У-у-у! Я мыла голову и ноги, но старая позабылась. Носиная на мои глаза от благодарности за малую воду, наворачивались слезы. А здесь, в скиту, от изобилия воды я впал в забывчивость. Поэтому я ушел из этой кельи и поселился подальше, метрах восьмидесяти, где была маленькая цистерна. Как же теряется, как забывается человек от изобилия. Мы должны полностью, безусловно, верить себя божественному промыслу, Божией воле, и Бог попечется о нас. Один монах пошел как-то вечером на вершину горы, чтобы совершить там вечернюю. По пути он нашел белый гриб и возблагодарил Бога за эту редкую находку. На обратном пути он хотел срезать этот гриб и приготовить его себе на ужин. Если миряне станут спрашивать меня, ем ли я мясо, рассуждал в своем помыслим монах, то я могу сказать им, что ем каждую осень. Возвращаясь к келью, монах увидел, что пока он читал вечернюю, на гриб наступило какое-то животное, и целое осталось только половина. На что монах сказал, «Видно, столько мне и надо съесть». Он собрал то, что осталось, и поблагодарил Бога за его промысл, за половинку гриба. Чуть пониже он нашел еще полгриба, нагнулся, чтобы срезать и восполнить недостаток для ужина, но увидел, что гриб трухлявый, возможно, он даже был ядовитым. Монах оставил его и снова возблагодарил Бога за то, что он уберег его от отравления. Вернувшись к келью, монах поужинал половины гриба. На следующий день, когда он вышел из дома, его глазам открылось чудесное зрелище. Повсюду вокруг кельи выросли прекрасные грибы, и, увидев их, монах снова возблагодарил Бога. Видите, он возблагодарил Бога за целый гриб и за половинку, за хороший и за плохой, за один и за много. Он был благодарен за все. Добрый Бог дает нам щедрое благословение, и его действия направлены нам на пользу. Все имеющиеся у нас блага — это Божьи дары. Он все поставил на службу своему созданию, человеку. Он сделал так, чтобы все — и животные, и птицы, и малые, и великие, даже растения — жертвовали собою ради Него. И сам Бог принес себя в жертву для того, чтобы избавить человека. Не будем же равнодушны ко всему этому, не будем ранить его своей великой неблагодарностью и бесчувствием, но станем благодарить и славить его. Глава 2. О вере в Бога и доверии. И Бог, нужно глубочестно уверовать в Бога. Глава 2. О вере в Бога и доверии. И не будет помыслы сомнения и вере, чтобы увидеть наше расположение и любочестие. Но наш Бог — это не басня, подобная басня Мазель, Саполоне и тому подобных богов. Наша вера истинная и живая. У нас есть облако святых, как пишет апостол Павел. Эти люди познали Христа, имели личный опыт общения с Ним и ради Него жертвовали собой. И в нашу эпоху есть люди, посвятившие себя Богу и переживающие небесное состояние. Они держат связь с ангелами, со святыми, даже со Христом и Матерью Божией. Я расскажу тебе кое-что и о себе, чтобы тебе помочь. Вот видишь, я тоже сдаю кровь, рассказывая о некоторых событиях для того, чтобы помочь другим. Видя, как собранное человеком знание вытесняет из него веру, я желаю ее укрепить, рассказывая некоторые события из области веры. Когда я был ребенком, мы жили в коннице. Читая много житий святых, я давал читать их и другим детям, или же собирал ребят, и мы читали вместе. Я восхищался великим подвижничеством святых, постами, которые они держали, и старался им подражать. От поста моя шея стала тоненькой, как стебелек от вишенки. Ребята дразнили меня. У тебя голова упадет. Что я тогда пережил? Ну, это ладно. Кроме того, мой старший брат, видя, что я от постов болею и опасаясь, что я не закончу школу, забирал у меня брошюрки с житиями, которые я читал. Потом я прятал их в лесу в часовне святой Варвары. Так он приходил туда и читал. Как-то раз один наш сосед по имени Костас сказал моему брату, я вправлю ему мозги, сделаю так, что он выбросит книжки, которые читает, и посты с молитвами оставит тоже. Что же, разыскал он меня, а мне было тогда около пятнадцати лет, и начал рассказывать мне теорию Дарвина. Он говорил и говорил, пока не заморочил мне голову. Как был замороченный головой, я сразу направился в лес в часовню святой Варвары. Войдя внутрь, я стал просить Христа. — Христе мой, если ты есть, явись мне. Я долго повторял это, без остановки делал поклоны, было лето. Пот тек с меня ручьем, я весь взмок, вконец выбился из сил, но я ничего не увидел и не услышал. Что же выходит, даже Бог не помог мне, хоть бы каким малым знамением, хоть бы стуком каким, но какой-нибудь бы тенью. Я ведь в конце концов был ребенок. Рассматривая происходившее по-человечески или с помощью логики, кто-нибудь мог бы воскликнуть. Боже мой! Да ведь жалко его несчастного. С одиннадцати лет он поднимался на скалы. Он так подвязался, а сейчас переживает кризис. Ему заморочили голову дурацкими теориями. Дома ему чинил препятствий брат. Он убежал в лес, чтобы попросить у тебя помощи. Но никакого ответа. Ничего, ничего, ничего. Выбившись из сил от многих поклонов, я присел. Ну ладно, подумал я тогда. А что ответил мне Кастас, когда я спросил его, какого мнения о Христе придерживается он? Это был самый добрый, самый справедливый человек, ответил он мне. Своим учением о справедливости он задел интересы фарисеев, и от зависти они распяли его. И тогда я решил, раз Христос был таким добрым и справедливым человеком, раз другого подобного ему никогда не было, раз злые люди от зависти и злобы умертвели его, то ради этого человека стоит сделать больше, чем сделал я, ради него стоит даже умереть. Только я так решил, как явился Христос. Он явился среди многого света. Часовинка просияла и сказал мне, разве есть ли воскрешение и живот? Верую в мя, ащи и умрет, а живет. В одной руке он держал раскрытое Евангелие, в котором я прочитал те же самые слова. Со мною произошло такое внутреннее изменение, что я без остановки повторял. А ну-ка, Кастас, приди-ка сюда сейчас. Давай теперь поговорим, есть Бог или нет Его. Видишь, Христос, для того, чтобы явиться мне, ждал моего собственного любочестного решения. Если же Он хочет любочестного решения от ребенка, то насколько больше Он хочет его от взрослого? Старцы спросили, старец, некоторые подвергают сомнению весь божественный промысел. Старец отвечал, да как же можно принять всю эту историю со Христом со сказку? А разве то, что написали о Христе пророки, жившие за 700 лет до Него и говорившие о Нем с такими подробностями, не заставляет этих людей задуматься? В Ветхом Завете с точностью говорится даже о том, за какую сумму предан будет Христос. И о том, что евреи не положат эти деньги в сокровищницу храма, поскольку они будут ценой крови, но купят на них участок земли для погребения странников. Исполнилось то, о чем пророчествовал Захарий и другие пророки. Все настолько ясно, подробности до таких мелочей. В Священном Писании говорится даже о том, что сделают с ризами Христа. И все это было сказано за много лет до Его Рождества. «Да как же, после всего этого я приму помысл неверия?» А потом мы видим апостола Павла. Он был гонителем христиан и в Дамаск направлялся с этой целью. Но пути ему явился Господь и сказал «Савле!» «Савле, что гонишь и меня?» «Кто ты, Господи?» Спросил Савл. «Я Христос, которого ты гонишь», — ответил ему Господь. Потом Христос извещает Ананию, и тот крестит бывшего гонителя. А сколько горях ливнул после этого апостол Павел! Сколь многий подвиг подъявлен, проповедуя в осих языцах! Потом были мученики, одиннадцать миллионов мучеников! Что у них у всех было, не в порядке с головой, что ли? Как же можно забывать все это? Может ли не уверовать человек, хоть чуть-чуть прочитавший Евангелие? Если бы в Евангелии имелись еще какие-то подробности, то это весьма помогло бы веровать всем людям. Но Бог нарочно не допустил этого, чтобы люди просеялись, чтобы стало ясно, кто любит его, кто жертвует ради него собой, не ожидая чудес или чего-то подобного. Я думаю, что какие бы богохольства не услышал человек любочестный, они не прикасаются к нему, не влияют на него. Надо уверовать в Бога любочестно, а не требовать для этого чудо. Знаешь, как я расстраиваюсь, когда приходят взрослые люди и говорят мне, что хотят увидеть какое-то чудо, чтобы уверовать. Если бы они были дети, то имели бы какое-то оправдание по причине своего возраста. Но, говори, для того, чтобы уверовать, надо что-то увидеть, самому не сделав ради Христа ничего. Но это ведь такая дешевка. Да хоть бы и увидели они чудо, пойдет ли оно им на пользу. Они объяснят это колдовством или еще чем-нибудь в этом роде. «Приложи нам веру». Старца спросили. Старец, отчего некоторые святые, древние, новые знали, когда придет их последний час или когда произойдет какое-то событие? Старец отвечал. Их отличало многое любочестие, великая простота, смирение и, конечно, вера. Они не вмешивали в свою жизнь логику, которая расшатывает веру. Великое дело вера. Видите, и апостол Петр верою шел по волнам, но как только мешалась логика, стал тонуть. Рассказывал ли я вам об отце Харалампии, который не так давно жил в Кутлумужском монастыре? Он был очень простым, трудолюбивым и духовным монахом. Когда он состарился, его приковал к кровати тяжелый гриб. Врач велел братья монастыря не отходить от него, потому что ему жить осталось совсем немного. Отец Харалампии, услышав это из-под одеял, ответил. «Чего ты там такое несешь? Да я пока не придет Пасха и не скажу «Христос воскресе» и не умру». И правда, прошло почти два месяца, наступила Пасха, он сказал «Христос воскресе», причастился и мирно почил. Этот простой любочестный старец стал настоящим Божьим детем и вместе с Богом назначил день собственной смерти. Старцы спросили старец, а как усиливается вера? Старец отвечал «Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру из млада, но расположенный к этому, может возделать ее молитвой, прося у Христа прибавить ему веру. Будем просить Христа прибавить нам веру и умножить ее». Чего попросили у Христа апостолы? «Приложи нам веру». Если ты говоришь «приложи», это значит, что ты вверяешь себя Богу. Ведь если человек не верит себя Богу, то что он приложит этому человеку? Мы просим у Бога прибавить нам веру не для того, чтобы творить чудеса, но для того, чтобы больше его возлюбить. Умножению веры в Бога содействует все – и цветы, и саранча, и звезды, и молнии. Мы все это видим, но пользы это никому не приносит. Потому что мы принимаем телеграммы, то есть помыслы, приносимые нам врагу. Например, если бы не было соли, то море протухло бы. Однако, если человек без веры подвергнет морскую воду анализу в своей лаборатории, то он не получит от этого пользы, потому что он не очистил от солей свое собственное сердце. Если же человек потрудится с любочестием, с добрым помыслом, то вот даже самые большие несуразицы он увидит иным зрением с помощью божественного просвещения и прославит Бога. «Все должно возводить нас к Богу». Старцы спросили, «Старец, вы говорили нам о том, что все должно возводить нас вверх к Богу. Как мы можем этого достичь?» Старец отвечал, «Вы достигнете этого, извлекая пользу из всего, что встречается вам на жизненном пути». Знаете, какой духовную пользу и духовный опыт приобретает человек, извлекая из всего духовный смысл? Например, работая с цементом, ты можешь найти Бога, дотрагиваясь до кирпича. Ты можешь дотронуться до Бога. Ты берешь одно, другое, третье и дотрагиваешься до Бога. Да, дотрагивайся до Бога во всем. Если человек не работает подобным образом, если он не видит Бога во всем, то и в церкви, если его привезти туда, он останется далеко от него. Поставив его петь на клирос, он останется далеко от Бога. Дай ему читать духовную книгу, он снова останется от него далеко. Какое духовное дело не поручи ему, оно не будет возводить его к Богу. Каждый человек из всего, что бы он не видел, что бы не делал, шил или вышивал, должен извлекать духовную пользу. Цветы увидел? Увидел Бога. Увидел свиней? Да, брат ты мой. Опять увидел Бога. Ты спросишь, так что же, значит, я могу увидеть Бога через свинью? Да, через свинью. Посмотри, какой сотворил ее Бог. Он дал ей рыло копать землю и на ощупь находить в ней луковицы растений. У нее такой нос, что ему нипочем острые осколки железа, стекла, колючки и тому подобное. Не только, видя прекрасный благоуханный цветок, надо говорить, насколько же премудро сотворил это Бог. Видя свинью, тоже надо видеть Бога. А еще лучше задуматься о том, что Бог мог создать меня свиньей, а создал человеком. Это кажется вам странным? Что, разве Бог не мог сделать нас свиньями? Охотники ранят диких кабанов и часто не находят подранков. Потом приходят хищные звери и съедают несчастного кабана живьем. Не имея врачебной помощи, кабан мучается, несмотря на то, что Творца своего он ничем не обижал. Тогда как человек и ранил, и продолжает ранить своего Творца, и часто ведет себя неблагодарно. Поэтому я говорю, чтобы вы имели правильное духовное делание, насколько же хорошо все устроил Бог. И посмотрите на животных, какую силу дает он им. Врачи говорят, что для того, чтобы иметь крепкие мышцы, надо есть мясо. А посмотри на быков. Едят бедолаги траву, а какие же у них здоровенные мускулы. Разве ты не видишь в этом Бога? То есть Бог дает им силу через одну лишь траву, которую они едят. Насколько же больше подает он человеку, понятно ли вам это? Если человек подобным образом работает над собой, то он достигает такого состояния, что получает пользу не только от святых, но и от грешников. Святой укрепляет нас своим примером, грешник сдерживает, обуздывает и приторможивает нас примером своего падения. И мы избегаем греха, но не для того, чтобы не пасть в глазах других, а для того, чтобы не огорчать Бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok